С праздником вас! С международным женским днём! В зале одни женщины. На сцене, как и положено в преддверии 8 марта, самые талантливые мужчины. Праздничная программа, подготовленная творческим коллективом Центрального Дворца Культуры Созвездия, состояла не только из красивых музыкальных номеров, но и юмористических диалогов ведущих. Именно такой непринуждённый формат мероприятия создал по-настоящему праздничную, уютную атмосферу. На протяжении всей программы ведущие Владимир Эфендеев и Геннадий Герасимов задавались тематически праздничными вопросами. К примеру, какой подарок точно может порадовать женщину 8 марта, или же наоборот, чего не стоит дарить в этот весенний день. К обсуждению праздничных вопросов присоединились и гости. Глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный и Ирина Роднина, депутат Государственной Думы. Ирина Константиновна, что вам дарили мальчишки в детстве? Ну вот в школе, в пятый раз, в седьмой. 8 марта нам мальчики все время какие-то открытки делали. У нас был потрясающий учитель труда, который вот учил открытки, всякие картинки красивые. Из манки делали, мемосы. Потому что цветов-то тогда не было. Это сейчас пошел вопрос кошелька кармана, а так дальше вообще не было. Или появлялись иногда совершенно жуткие мемосы. И одна эта веточка с такой засохшей чахной мемозой, это считалось за счастье. Далее, поздравляя женщин, Илья Поначевный отметил, что именно женщины всегда вдохновляли мужчин на самые красивые и самые благородные поступки. Я хочу сказать вам большое спасибо от нас, от мужчин, и за то, что мы все делаем ради вас и во имя вас. И с праздником вас. Уважаемые женщины, любимые, подруги, с праздником, чтобы все свершалось, что вы наметили, чтобы вас меньше огорчали родные и близкие. Чтобы вы чувствовали себя хорошо и успешно в этой жизни. Чтобы вас не только ценили в эти праздники, но и слова благодарности и внимания ощущали и в семье, и на работе на протяжении всей своей жизни. После Илья Поначевный и Ирина Роднина провели церемонию награждения благодарственными письмами депутата Государственной Думы за личный вклад в развитие Дмитровского округа и высокий профессионализм в воспитании подрастающего поколения. Их обладателями стали Елена Верещак, учитель школы номер 8. Анна Трескова, заместитель директора по безопасности Дмитровского лицея номер 4. Ирина Трифонова, заместитель директора социального приюта для детей и подростков, Дом доверия и другие. Благодарственные письма главы округа были вручены Раисе Гусь, Келемат Михеевой и Лидии Кан. Все они члены президиума Совета ветеранов Дмитровского городского округа. Присутствующих в зале женщин поздравили и депутаты Московской областной думы. Александр Орлов и Марина Шевченко. Я желаю вам счастья, семейного благополучия и легкости в душе. Самые лучшие, самые любимые и все, что самое лучшее для мужчин есть, я вам точно говорю, что самое лучшее связано с вами. Бабушки, мамы, жены, наши дочеря, вы обвиняете все самое лучшее. Поэтому я вам желаю здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего. С праздником! В этот вечер все слова и все поздравления были адресованы только женщинам. Им посвящали стихи, пели песни. Прекрасным творческим подарком для всех гостей Центрального дворца культуры созвездия стало оригинальное исполнение всеми любимой песни «Миллион алых роз». На сцене Алексей Маслов, Олег Олейников и Дмитрий Милешин. Редактор субтитров А.Семкин